КНДР в обмен на ракеты и людей попросила у России технологии для едерки, Буданов. Северная Корея направила России ракеты и людей для войны против Украины. В обмен КНДР попросила у Москвы технологии тактического ядерного оружия. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на руководителя главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, которого цитирует The Economist. Как отмечает издание, Северная Корея не жертвует России и своих людей, или оружие в благотворительных целях. Расширение сотрудничества является результатом договора о взаимопомощи, подписанного российским диктатором Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Ченненом в Пхеньяне в июне 2024 года. Буданов описывает секретные положения сделки, как квит-прокво, российские деньги и ноу-хау в обмен на корейских людей и ракеты. По его словам, Россия помогает Северной Корее обойти санкции и укрепить свой ядерный потенциал. Руководитель ГУР считает, что РФ передает КНДР некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет. КНДР отправила солдат РФ. Официально известно, что Северная Корея отправила России военных для привлечения к войне против Украины. По данным разведки, речь идет не только о пехотинцах, но и о других родах войск. Как сообщали украинские спецслужбы, северокорейские солдаты учатся на территории России на четырех полигонах. В сети показали видео, подтверждающее пребывание военных КНДР в России. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, КНДР может готовить две бригады по шесть тысяч солдат. По словам руководителя ГУР Минобороны Буданова, первые военные Северной Кореи могут отправиться в Курскую область уже 23 ноября.